Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня у нас пюрешечка. Здесь у нас курица в сливочно-сырном соусе. В сливочно-чесночном сырном соусе. Также у нас здесь середка под шубой. Сделали небольшую порцию. Я хотела сделать большую, на самом деле, но мама сказала, что я не буду. Вот категорически мне не хочется. Поэтому я не стала готовить в огромных порциях, потому что... Ну, потому что просто останется. Вот, поэтому такую небольшую порцию себе на два раза. Как вкусно получилось! Вообще свеклу очень люблю! Если вы тоже кушаете, то приятного вам аппетита! Так как я болею, я не стала это все в холодильник класть. Точнее, я поместила в холодильник, но сегодня утром встала в 7. Меня разбудил мой котик. Это вообще ужас какой-то, как он меня терроризирует. Каждое утро в 7 он встает и начинает мяукать. Ему нужно в туалет именно в 7. Я его пускаю в туалет. После этого он понимает, что я проснулась. И просится покушать. Потом я его кормлю. Пою. Но потом я понимаю, что я просто не могу уже заснуть. Вот 6. Я на ногах. С одной стороны, это может даже хорошо. Режим у меня такой... Нормальный получается. Почитала я комментарии под прошлым мукпанком, под вчерашним. Я была немножко в шоке. Всем настолько понравился вчерашний мукпанк. Я не понимаю, что там такого. Я не понимаю вас. Реально. Некоторые даже написали, что, типа, этот мукпанк лучше, чем мукпанк на 300 тысяч. Либо я чего-то не догоняю, либо у меня чего-то с головой не то. Мне кажется, вчерашний мукпанк, он такой достаточно бедный. На 300 тысяч я прям старалась. Но, как видите, не всегда надо стараться. Во что угодно, добавить немножко сливки, получается невероятно вкусно. Все мне начали припомедать ситуацию с квартиросъемщиками. Что со мной случилось то же самое, что сделала я. Но, с одной стороны, я с вами согласна. Но, с другой стороны, те люди, которым я отказала, они не потратили ни свое время, ни деньги. Я просто через час им написала, что у меня не получится. А тут мы потратили время на диагностику, деньги и так далее. Немножко ситуация разная. Но то, что жизнь бумеранг и все нам возвращается, здесь, наверное, я с вами соглашусь. Но я не могу сказать, что я прям сильно расстроена. Но бывает, и что. Клин не зашелся именно на этой машине. Я стараюсь вообще ко всему подходить максимально позитивно. Может, вообще что-то другое возьму себе. Я не могу сказать, что я не могу сказать. Вот девушка пишет мне, Ольга, Ольга, айка на продавца обижаться не надо, эта жизнь показала, как почувствовала та девушка, которая с вами договорилась насчет квартиры, а вы сдали кому-то другому, как говорится, жизнь бумеранг. Ну да, Оль, трудно с вами не согласиться, наверное, скорее всего, так оно и есть. Вот, но опять же хочу повториться, что эта женщина, я сказала, что да, ок, но потом через час я ей перезвонила и сказала, что у нее не получится. То есть там была просто промежуток времени час. Но опять же, наверное, все-таки вы правы. С другой стороны, все, что не делается, все к лучшему, но, блин, нету такой машины, прикиньте, ну нету. Был один вариант серебряный, он мне не нравится, у других вариантов не такой салон, не знаю, там подушки безопасности открыты, не в таком хорошем состоянии автомобиль. Поэтому не знаю даже, к лучшему или нет. Хочется, на самом деле, поскорее купить, но мне брат говорит, не торопись, чем покупать, что попало, лучше немножко подождать. На самом деле, я хотела к приезду своей дверной сестры, даже видео наснимала. Оказывается, непонятно, они приедут или нет, там что-то проблемы с ПЦР-тестами. В общем, там что-то с вакцинацией, то есть здесь нужны сертификаты на вакцинацию. Короче, непонятно, приедет она или нет. Я, конечно, надеюсь, что она все-таки приедет, но что-то мне подсказывает, что нет. Эти видео, которые я записывала на запас, я, наверное, просто буду закидывать тогда, если они не приедут уже. У меня спрашивали, хочу ли я поехать в Россию. Нет, не хочу. Если считать, например, растраты на билеты, то лучше купить просто две путевки в Турцию и поехать с сестрой отдыхать. Ну, просто такая большая разница в цене. Один и тот же отель у нас стоит намного дешевле, чем у них там в России. Такая огромная просто разница. То есть у нас с сестрой была идея, можно было поехать куда-то отдыхать. Она, например, вылетит из Саратова, а я, например, из Баку. И мы просто выберем один отель. Что такое летит? На улице такой туман, девочки. Я вам сфоткала в Инстаграм, но сейчас стало еще хуже, просто не видно другую сторону. Как с такой погодой еще водить машину? Прям вообще ничего не видно. Но жарко. Не холодно. Середка под шубой, конечно, нечто. Мадина Саганбаева написала. Мне кажется, это мукпанк намного красивее и красочнее, чем мукпанк на 300 тысяч. У меня такая, знаете, сразу резкая ошибка в голове. Эрор. И прикиньте, этот комментарий залайкал 310 человек. Честно, я особо не старалась на тему мукпанкам. Я вообще с удовольствием читала все комментарии, хотя не все они были положительные. Я как бы делала вывод, так скажем. И даже если вы мне пишете какие-то замечания, поверьте мне, если это не оскорбление, это абсолютно меня не обижает. Если вы указываете на какие-то мои ошибки, недочеты, там не знаю, на что стоит обратить внимание, какие-то советы даете, мне всегда это приятно. То есть я умею воспринимать критику, нормальную критику. То есть не то, что ты овца поганая, ты выглядишь как уродина, у тебя нос большой. Тварь ты такая. Иногда, знаете, пишут, сколько можно жрать? Ты достала уже жрать. Но, блин, у меня такой контент. Если вам не нравится, вы можете не смотреть эти видео. То есть вот такие комментарии меня злят, на самом деле. Хватит жрать. Кто на тебе женится? Ты столько ешь. Вы сейчас серьезно просто... Такое ощущение, что люди не обращают внимания, на какое видео они заходят. Как будто я там сверху написала влог, они зашли, а я тут ем. Или видео называется распаковка. Я вообще стараюсь даже в названии видео писать как бы плюс-минус о чем оно будет. Например, покупка машины, выбираем машину. Ну, чтобы люди понимали, что здесь будет, например, разговор про машину. Или, например, квартиросъемчики. Или, например, Твикс заболел. Я всегда пишу название. То есть, чтобы вы плюс-минус понимали, о чем сейчас будет идти речь. На этом, пожалуй, все. Огромное спасибо, что досмотрели. Середка под шубой была очень вкусная. Соус здесь достаточно острый получился, соленый, а так очень вкусный. Желаю нам с вами быть чуточку добрее, понимать друг друга. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова